В Саранске начинается судебный процесс над директором фирмы ООО «Мир здоровья» Андреем Семилёвым, который создал картели, которые запрещены требованиями Федеральной антимонопольной службы. Напомним, преступная схема, по которой работала группа, появилась в 2018 году. Тогда Андрей Семилёв, будучи директором фирмы «Мир здоровья», создал ООО «Группу» для похищения денег, выделяемых из казны на закупку различных медицинских изделий и оборудования. По версии следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 годы совместно с сынами-предпринимателями, действия в составе организованной группы, находясь на территории города Саранска, ограничили конкуренцию при проведении 9 электронных аукционов на поставку товаров медицинского назначения в государственные учреждения. Схема мошенничества была несложной. Подконтрольные Семилёву фирмы предоставляли по запросу больниц Мордовии коммерческие предложения на поставку медицинских товаров. Цена в этих бумагах была завышена. Средняя арифметическая в итоге оказывалась стартовой ценой государственной закупки. На торгах аффилированные фирмы немного снижали цену, создавая видимость конкуренции. И в итоге победитель получал контракт с очень приятной надбавкой. В результате чего и группа извлекла доход в сумме более 58 миллионов рублей. В закупках, которая фигурирует в уголовном деле, значились маски, перчатки, бинты, различные медицинские инструменты, а также маммограф для управления капитального строительства Мордовии. Всю эту схему смогли выявить оперативники республиканского УФСБ. Следком Мордовии возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество», однако в суд дело ушло по 178-й статье УК «Ограничение конкуренции». Винов Семилёв признал, с него была взята подписка о невыезде. Однако ущерб индивидуальный предприниматель даже не попытался погасить. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 69 миллионов рублей. Если в суде вина Семилёва будет доказана, ему может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».